здравствуйте друзья вопросец зачитываю михаил добрый день меня зовут женя 23 года живу в москве этим летом закончил мадим это автодорожный институт по специальности инженер-эколог по настоянию родителей ситуация довольно необычная на втором курсе начал смотреть ваш канал так сначала это было интересно любопытно на четвертом курсе изучил довольно большой объем материалов по переездам и решил а почему и я не могу действительно что-то он не может с пятого курса я уже окончательно решил и был построен план действия с персональными компьютерами вожусь с детства за пару месяцев я посмотрел все ваши уроки по тестированию и прохождению интервью с первого раза получил работу тестировщик ребята что такое молодость она где собственно сейчас и работаю подал документы на второе высшее образование пойти поступил в институт связи московский коллега но вот в чем незадача мне постоянно кажется что я делаю слишком мало для поставленной цели за те полгода работы в тестирование я стараюсь по максимуму узнать здесь я всегда веду старались по максимуму узнать нового выучил сиквел javascript общаюсь с разработчиками пытаюсь подхватить что-то новое сейчас начинаю учить джаву и иду в автоматизированное тестирование обучение проходим прямо на работе самый лучший путь но чувствую что жизнь проходит мимо вот так во многом это связано с тем что переезд возможен только через несколько лет ну да он видимо имеет виду рабочую визу да пока он получит второе высшее пока там поработает опыт наберется с одной стороны я понимаю что лучше учить и копить знания здесь есть как бы путь такой до переезда но чувство того что время идет а я все еще здесь придает уныние вдобавок начинается некоторая депрессия и мысли о том что я все-таки мало учусь развиваюсь и там за океаном я мог я бы смог больше и это ценилось нежели тут какой можете дать совет можете что не так делаю ваши ролики очень хорошо мотивируют являются альтернативным источником энергии для дальнейших достижений во первых я конечно хочу сказать что я восхищаюсь вот даром молодости эти там он полгода работает java script выучил сиквы выучил сейчас там java учит там понимаешь я думаю все таки какой потенциал невероятный боже значит есть два пути молодого человека я понял он 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 хочет больше у него у него потенциал есть а он не реализуется он там тут немножко там немножко здесь немножко мог бы больше девчонки на не отвлекают особо пока поэтому как-то у него сейчас он говорит а я же мог бы больше есть два пути значит первый путь состоит в том что вы спокойненько себе набираетесь опыта вы учитесь в институте связи что я считаю очень и очень неплохое с точки зрения айти образование не в том смысле что вас там программировать научат это я сомневаюсь но во всяком случае вы будете таким сетевиком как минимум вот или это где-то там какой-то факультет у вас и какие-то чему там сейчас еще учат но в принципе сети это это великая профессия и даже если вы о компьютере подумайте что есть компьютер это вот такой серьезное связистское устройство там все соединить все соединено значит там разные протоколы обменов информации тамра между разными элементами этого компьютера там помехозащищенность там боже чего там только нет понимаете вот поэтому неплохо это очень неплохо конечно начав так с улицы за два месяца тестированием заниматься вам бы нужно было переключиться на программирование вы можете занимать вы конечно можете там из автоматического тестирования пойти в тестирование white box то есть там где вы реально будете кодировать но в 23 года почему вам не быть программистом я не знаю то есть почему вам действительно не делать что-то более сложное вообще общий принцип такой что надо делать по максимуму сложности вот что ты вытягиваешь вот то и делаешь по максимуму и я чувствую что вот у нас тут встречное такое движение присутствует потому что парень как раз и говорит что мне не хватает нагрузки я мог бы больше и я я не чувствую что я делаю по максимуму по максимуму вам надо переключаться в программирование так что вам мозги трещали давайте на тестирование даже автоматическом тестировании вы далеко не ускачете вот если по был там на 20 лет больше и вы бы там из аккаунтинга там какой переключались это было бы очень серьезным занятием для мозгов и вы бы там какой-нибудь python не знаю изучали и говорили какая вещь там и все такое нормально но в 20 в 23 вы можете такого нахвататься что чем о чем мы говорим плюс я я как бы явно вижу что вы судя потому что произошло вот вот это переключение в тестирование быстро то что вы там секре сиквел джаваскриптом и так далее я вижу что вы динамичны по по природе своей песни люди тихие такие они какие квелые вот он даже молодой абра все равно квелый а вы динамичный и вам нагрузки не хватает вам когда нагрузки не хватает вы начинаете неважно чувствовать поэтому вы конечно не можете остановиться на тестировании вы можете через тестирование как через черный ход войти в индустрию там информационных технологий и я могу сказать что тут меня такое воспоминание когда я начинал школу тестиров делать в девяносто четвертом году вот 21 год назад нужно было как-то студентов собрать никто же не знает вообще что профессия такая есть и программисты не знали что есть такая профессия вот как интересно в то время жизнь была такая я написал статью в русской газете здесь была такая газета она наверное сейчас есть называется новая жизнь она называлась и вот я написал статью и называлась она вот к вашему случаю черный ход в силиконовую долину черный ход в силиконовую долину тестировали это черный ход в мир технологий раз быстренько зашел без того чтобы там четыре пять лет шесть лет учиться в университетах там компьютер сайенс изучать и так далее ты конечно зашел не не в ту часть долины где там министров принимают ты может быть там через кухню зашел но ты уже там а из кухни перейти в другой зал это уже надо там отдельно двигаться поэтому если уже в этом оказались на кухне информационных технологий вот в этом погремите немножко кастрюльками там немножко java script немножко сиквел там и так далее и двигаетесь уже куда-то там дальше где более серьезные задачи решают значит как только вы переключитесь на более серьезные задачи у вас абсолютно уйдет на второй план вот это вот ощущение что вы что-то там не доделали там и так далее это бесконечный совершенно мир где такого ощущения у вас не будет следующий момент вот в чем состоит если вы будете заниматься кодированием программированием у вас будут гораздо более хорошие возможности шансы статистически более надежно вы сможете решать вопрос с визой рабочие в соединенные штаты впоследствии вот по мере того как вы будете двигаться в связь да вот туда в институте связи будете развиваться может быть вы перейдете во что-то такое действительно на на стыке связи программирования тестирования что-то такого вот вот туда уйдете что тоже очень неплохо теперь что еще хочу сказать следующий вариант который у вас есть если вы спешите что что на самом деле неплохо неплохо значит другой вариант который вы можете пойти это вариант значит приехать в соединенные штаты как можно раньше я не знаю вот допустим через месяц вы можете через месяц приехать в соединенные штаты если вам там визу дадут и все как положено и допустим я не знаю я вас не толкаю к этому я просто говорю что люди делают скажем они кто-то женится кто-то получает политическое убежище это массовый такой вариант и так далее и вы можете как бы достаточно быстро оказаться уже тестером скажем в американской компании уже через полгода и после этого когда решение на работу появится и вы можете уже и тут быть программистом там и всем чем угодно и кем угодно поэтому конечно здесь может быть динамики больше знаете вот кремниевая долина конкретно очень динамичное место у нас есть много ребят которые куда-то по уезжают уезжают приезжают обратно совсем уезжать и они все в общем-то в один голос говорят что вот когда ты отсюда уезжаешь ты совершенно в другой мир попадаешь то есть там люди работающие в технологиях работает как в любой другой индустрии вот он пришел там в девять и ушел там ну сколько там 6 вот или там 85 добавить и и он не думает там о стартапах и он не рвется там я не знаю куда вот а здесь дурдом вот вот мы с вами тут едем и тут совершеннейший дурдом если вы на bloomberg сегодня зайдете ну или просто не сегодня я не знаю когда и кто это видео посмотрит то вот почитайте там сделайте поиск на силикон вал и там есть удивительный материал пару дней назад был опубликован о том как какой тут интересный мир как это все ну как сказать сносит башку давайте сносит меняет парадигмы вот пишут что 20 процентов выпускников бизнес-школ америки 20 процентов уже работают в силиконовой долине идут силиконовую долину то есть насколько силиконовая долина становится конкурентом там wall street у и как бы многим другим индустриям они говорят что там как бы беды какой не было там как бы они так рассматривают такие варианты что может быть надо бы ближе к традициям там и так далее но удивительный мир поэтому все дорого поэтому вот тут но и зарабатывается конечно не так как во многих других местах поэтому конечно человек который можно динамика да хоть каждый день ходи там на стартаповские митинги тот энтузиастов полно творческого народу может быть это то чего не хватает парню в молодые годы чтобы так задействовать себя капитально то есть конечно ты можешь изучать там какие-то языки программирования конечно лучше это делать когда ты работаешь и это ты каждый день ты тут получил сегодня значит использовал значит завтра новенького получилась снова использовал конечно это совсем не то же самое что по учебникам там в классе сидеть но еще как бы уровень задач тоже важен то есть как бы не говоря плохого слова я я могу сказать что эти задачи которые допустим попав попав сюда решал бы здесь на месте может быть во всем мире там я не знаю из пять процентов мест из всего что есть во всем остальном мире где такого уровня задачи решают и может быть там где он живет может быть в его стране у него такое место просто не возьмут потому что он должен был бы там я не знаю с красным дипломом закончить какой-то очень там сильный престижный мощный университет там я не знаю что но ну я так умозрительно говорю без без конкретного там показывания пальцем но если ты хочешь попасть в элитное место ты должен представлять собой что-то элитного такого качества где отбор серьезно идет здесь пожалуйста вот кто то есть все ты уже вот все твое против нет нет борьбы за то чтобы мозги загрузить весь мозги пожалуйста вот тебе нагрузку поэтому я хочу сказать что у молодого человека женя вот его зовут вот уже не есть два пути значит путь 1 загрузить мозги и уйти из состояния что он как-то вот виноват сам перед собой значит загрузить себя более сложными задачами такими как программирование безусловно неплохо при этом работать в таком месте где он работал бы скажем там на американскую компанию на или там на американских проектах и когда он получит свое образование вот может быть его бы там по внутри компаний скому переводу перевели бы там в соединенные штаты это часто бывает в этим поэтому так проходим культурник раз прошли культурника вот это тоже тоже вариант то есть работать в компании которая тебя же не переведет потом у него много путей и я хочу выразить некоторую уверенность в том что парень не пропадет я я уже за женю это очень рад и за его родителей и очень приятно что есть такие ребята вот и и что они решают задачи мимоходом он даже не понимает какие сложные а чё там раз пошел сделал а почему я не могу пошел сделал пошел сделал если бы он осознал какие серьезные проблемы он решает может быть он ужаснулся бы и не стал бы ничего делать но поскольку он это почему не сделать пошел сделал так что я я в восторге совершенно я я очень рад что есть такая молодежь потому что как бы вот на самом деле ради них все и делается вот ради таких мать и потому что в них можно инвестировать в этих остается после тебя что-то когда ты вот в такой народ что-то вкладываешь поэтому это очень здорово и женя будете в кремниевой долине значит непременно к нам мы с вами сделаем сюжет и всем покажем счастливо а